Всем доброго времени, суток передает и показывает Тенкин. Ну что, второй военизированный ивент на моем канале между линкорами Советская Россия и Бисмарк недавно подошел к своему логическому завершению, где в ходе напряженных боев победила наша соотечественница. И поэтому я рад вам представить обзор на данный корабль в нашей любимой Азурке. И началом послужит уже традиционный разбор ее реальной истории. К середине 30-х годов 20-го века в мире началась новая военно-морская гонка. Большинство ведущих стран уже не обращало внимания на международные договоренности и заклатывало корабли любого тоннажа и количества. СССР к тому моменту не обладал каким-либо конкурентоспособным флотом, и поэтому, чтобы не отставать, 16 июля 1936 года была принята программа крупного морского судостроения, которое предполагало к 1943 году построить 8 новых линкоров. Однако экономика советского государства не могла себе позволить подобного, и поэтому в итоге к 1938 году было принято решение о постройке только 4 линкоров проекта 23, он же тип Советский Союз. Корабли данного типа должны были стать одними из самых передовых в мире и сражаться наравне с самыми лучшими линкорами других стран. Линкор «Советская Россия» был четвертым кораблем данного типа и был заложен 22 июля 1940 года в Молотовске, ныне Северодвинск. Каждый линкор типа «Советский Союз» оценивался в 1 миллиард 180 миллионов советских рублей, из-за чего к осени 1940 года было принято решение отказаться от постройки одного из линкоров. Над Советской Россией нависла угроза быть разобранным, однако выбор пал на линкор «Советская Белоруссия». Спасло Советскую Россию то, что уже была получена заказанная из Англии силовая установка, а также обнаружилось то, что заклепки корпуса линкора «Советская Белоруссия» были очень низкого качества, и поэтому, несмотря на меньшую степень готовности, постройку Советской России решили продолжить. Строительство шло медленно, ввиду того, что у СССР не было опыта в постройке линкоров таких размеров. Также для советской промышленности было огромной проблемой создавать качественные цементированные бронепластины, однако все равно защита данных линкоров была способна выдержать снаряды калибром 406 миллиметров. Зато артиллерия, которая предполагалась для установки на данные линкоры, была по совокупным характеристикам чуть ли не лучшей в мире. Изначально планировалось, что линкор «Советская Россия» будет спущен на воду в третьем квартале 1943 года, а к 1946 году корабль должен был встать в строй. Однако, ввиду начала войны, строительство всех линкоров типа «Советский Союз» было остановлено. Готовность Советской России на тот момент была чуть выше 5%. К 10 сентября 1941 года все линкоры данного типа были вычеркнуты из состава Советского военно-морского флота. До конца войны корпус Советской России так и стоял на стапеле. После войны велось обсуждение о дальнейшей судьбе линкоров данного типа. Однако, ввиду экономической разрухи в послевоенном СССР, о достройке линкоров не могло быть и речи. Велись только разговоры о достройке по улучшенному проекту головного корабля «Советский Союз». И то это было личное решение товарища Сталина, которое все равно ни к чему не привело. Советскую Россию было некому защищать, и так как готовность его постройки была наименьшей среди своих сестершипов, то 27 сентября 1947 года недостроенный корпус был разобран на металл в Молотовске. Мдааа, как всегда причиной всему война, которая никогда не меняется. Хотелось бы, конечно, чтобы хотя бы один из линкоров данного класса был построен, но ввиду нехватки времени и опыта вряд ли бы удалось ввести их в строй. Однако не будем грустить, ведь наши китайские разработчики не забыли о них, и поэтому мы можем лицезреть Советскую Россию в нашей замечательной игре. Присоединить ее к вашему флоту можно было на ивенте Northam Aventure, который совсем недавно закончился, и я надеюсь, что все, кто хотел ее получить, остались довольны. Естественно, Советская Россия золотой рарности, и давайте побыстрее перейдем к ее умениям. Первый скилл запускает Бараш с 75% шансом при выстреле с главного калибра. Сразу оговорюсь, взятая гифка с Азур Лейнвики показывает, что тут летят снежинки, тогда как в игре сосульки. Итак, как вы видите, Бараш состоит из трех частей. Первое, что мы видим, это обыкновенные бронебойные снаряды, летящие по навесной траектории. Следом, самое интересное. Сверху, как вы можете наблюдать, падают ледяные бомбы, которые замедляют противников на 40%, а также вызывают затопление. И последнее, это ледяные осколки, которые летят по более приземленной траектории. На самом деле, это декорация, это просто самые обыкновенные универсальные снаряды. Название умения переводится как «Ледяной обстрел». Второе умение позволяет увеличивать показатели точности и огневой мощи на 5% за каждый советский или китайский корабль, стоящий во флоте с советской России. Однако, только до 4 раз, то есть максимум вы можете поднять данные показатели до 20%. Естественно, сама советская Россия входит в это число. Но самое главное, данный навык работает только в первых двух боях, в которых принимает участие советская Россия. Переводится название умения как «Боевой клич единства». Если рассматривать советскую Россию в рамках класса линкоров, то с показателями живучести и огневой мощи у нее все очень хорошо. Неплохо все так же у нее со скоростью и ПВО. А вот остальные показатели оставляют желать лучшего. Удача и уклонение ниже среднего. Перезарядка также сильно хромает. Но хуже всего у советской России с точностью. Она одна из худших среди линкоров. Ввиду всего этого, давайте попытаемся с помощью экипировки скомпенсировать слабые стороны и улучшить сильные. Первое – это орудие ГК. Тут я советую прототипные 406-мм пушки с Дергроссы. Тут я попытался найти золотую середину. Дело все в том, что бараш у советской России бронебойный, а накладываемый дебаф – не панацея, ради которой стоило бы брать 381-мм пушки и разгонять скорострельность по максимуму. Однако полностью махнуть рукой на ее бараш так же бы не хотелось, и поэтому я взял пушки, которые сильнее по разовому урону, чем 381-мм, но в то же время скорострельнее, чем 406-мм триплы. Если же данных орудий у вас нет, то можете поставить вот эти 410-мм японские стволы. Переходим к ПМК. Для 12-го и 13-го мира я бы посоветовал поставить сиэтловские 152-мм пушки, но это в идеале, если же их нет, то ставьте 127-мм, чтобы увеличить показатель ПВО. Если же речь идет о мирах более низких, то лучше сюда подойдут пушки с Нептуна, потому как они дают очень хорошую прибавку к показателю огневой мощи, и с лодками Камикадзе неплохо справляются. Ну а если проблемы с ними будут серьезнее, ставьте вот эти 152-мм. Переходим к орудиям противовоздушной обороны. Как и всегда на линкоры, я советую ставить орудия ближнего радиуса действия, и поэтому вот этим прототипным 40-мм Бофорсом пока что никто конкуренцию не навязал. Ну и самое интересное, это вспомогательное оборудование. Недавно в игре произошло очень серьезное изменение, а именно, во всех локациях с первой по 12-ю, если вы опустили угрозу до уровня сейв, и закрыли локацию на 3 звезды, то у вас открывается клиринг-мод, который убирает все перехваты ваших флотов на карте. И при чем тут вспомогательное оборудование, спросите вы? А то, что вот этот CG-радар утратил значительно свою актуальность. Необходим он сейчас только в 13-м мире, потому как это нововведение данную локацию пока не затронуло, или на этапе, когда вы еще не достигли криллинг-мода, ну или если босс особо верткий. К чему я это все? А к тому, что несмотря на низкий показатель точности у советской России, не обязательно его вообще улучшать, только если речь не идет о случаях, которые я только что перечислил. И поэтому можно смело поставить черный и белый снаряды из даташопа, чтобы увеличить огневую мощь советской России. Ввиду второго умения, усилить советскую Россию могут в первую очередь ее сослуживцы, а также китайские социалистические товарищи. Но если выделять кого-то конкретного, то явно надо вместе с ней ставить линкор Гангут. Ну, а если вам все равно на второе умение, и вы планируете поставить ее на позицию флагмана, то тогда, конечно же, вспоминаем про легкие крейсера Колумбия и Бирмингем, которые повысят ее выживаемость. Если обобщить все вышесказанное, то советская Россия очень похожа по геймплею на британский прототип Монарх. В первую очередь своим бронебойным баражем и накладываемым дебафом на скорость противников. Несмотря на то, что она не является флагманом, для нее необходимо нахождение других советских и китайских кораблей, чтобы максимально разогнать свою эффективность. Скорее всего, наиболее сильно она себя раскроет, когда добавит линкор Советский Союз, который, я предполагаю, будет иметь бафующий национальный скил, по типу как у Нагата или Бисмарка. А пока что Советская Россия будет являться весьма узконаправленным линкором до появления полноценного флагмана. Ну а теперь перейдем к самому вкусному, а именно отметем все эти не очень важные детали и разберем Советскую Россию как тяночку. Наша соотечественница очень ответственная и с виду гордая. Она чувствует ответственность перед своей страной и старается оправдать свое звание, как одного из самых сильных кораблей в мире. Однако не думайте, что она просто солдафон, который только и думает о войне, это вам к Энтерпрайзу. Она нормально умеет выражать свои эмоции. По мере улучшения своего отношения к вам, она все будет больше говорить о бытовых вещах, таких как, например, еда, которая, как я понимаю, занимает особое место у каждой советской тянки в этой игре. Насчет ее отношения к выпивке ничего не скажу. Это за этим надо идти к Гангуту или Грозному. Она не очень сильно переживает о том, что она не была достроена в реальности и пытается здесь и сейчас показать свою силу и защитить родные берега. Итак, вот таким получился обзор на победительницу недавно прошедшей войны. Пишите обязательно в комментариях, чего бы и столкновение вы бы еще хотели увидеть на моем канале. Если у вас есть идеи о том, как улучшить данные события, то также обязательно предлагайте. Я все прочитаю и учту. Ну а на этом все. Не забудьте подписаться на канал, если этого вы еще не сделали, нажать колокольчик, поставить большой палец вверх и обязательно приходить на мои стримы, где мы с вами и встретимся. Всем спасибо за просмотр и удачных вам игр! Субтитры сделал DimaTorzok